Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал. Игровой канал RNT, ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем сегодня марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий видеоролик, так что дерзайте. Ну что же, сегодня играем против PSG. Ответ на игра, мне кажется, ну это главная сама игра. Сегодняшнего выпуска посмотрим, давайте с кем мы еще там играем. Рубин, PSG, Химки, Локомотив в кубке полуфинал. Ну а там уже в следующем будет четвертьфинал, в который мы скорее всего попали. Вряд ли PSG нам забьет 4 мяча на выезде. Так, Рубин, Рубин, Рубин. Идут ниже 10 строчки, поэтому дадим дорогу молодым. Отдохнут у меня некоторые игроки, ключевые. Тем более выпущу тех, у кого пиковые формы и которые у нас как бы не в стартовом составе всегда. Поэтому посмотрим. Вот таким составом я решил выйти против Рубина. Зенит, Рубин, Российская премьер-лига. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Рубин в рамках Российской премьер-лиги. Поехали. Ну и Лдор Шамуродов открывает счет в сегодняшнем матче. 22 минута. 1-0. И все-таки Чалов забивает. Он во втором тайме уже пытался перебросить Дюпина. Не получилось. Рядом со створом прошел мяч. Но вот в этой атаке все получилось. Так сказать, со второй попытки у Чалова перебросить Дюпина в этом матче получилось. И все. Финальный свисток. Со счетом 2-0. Шамуродов и Чалов забили по одному мячу. Приносят нам очередные 3 очка в Российской премьер-лиге. Владение, кстати, 50 на 50. Ну и Чалов стал игроком матча. Итак, после 23-го тура мы все-таки на первом месте лидируем 6 очков над Локомотивом. Итак, снова нам скауты находят вратаря. Причем даже двух, скорее всего. Сейчас посмотрим. Так, ну Ханданович. 39 лет ему. И, кстати, хороший вратарь. Но я не знаю, стоит ли нам его брать или нет. А Нана, все-таки он у нас в карьере за Лестер-Сити на воротах. Поэтому я пока что вот не знаю. Так, травмируем у нас Шамуродов. Воспаление мышц вернется в марте только. Итак, у нас ответная игра в 1-8 лиге чемпионов против PSG. Мы их уже обыграли со счетом 3-0. Состав у них вроде сильно-то и не изменился. Только Паредеса вроде в старте нет. Ну а так все. Сейчас мы посмотрим, кого выпустить еще. Я бы Дрюси, наверное, бы взял. Вот таким составом мы выйдем. Хотя, может быть, даже Бариус состоит с пиковой его формой. Почему бы и нет. И Аки вместо Элведи вот так, чтобы у всех было полностью заряжено все. Зенит против PSG. Капитанскую я отдам Таху. Ответная игра в 1-8 лиге чемпионов. Поехали. Так, друзья, небольшие проблемы произошли с микрофоном. Поэтому пришлось его заменить. Но в любом случае, матч у нас по расписанию. Зенит, PSG. Поехали. Так, Азмун. Хороший выход. И просто перебрасывает Думу. 72-я минута. Сердар Азмун забивает. Делает счет уже 4-0 в общей сумме двух встреч. Ну и снова мы, кстати, перебрасываем вратаря. Такая вот у нас небольшая традиция получилась. И все, финальный сесток. Зенит в двухматчевом противостоянии обыгрывает PSG. Прошлого обладателя лиги чемпионов. Все, уже язык заплетается. Лиги чемпионов. Так что мы просто отомстили за прошлогоднее поражение в финале. Лучшим игроком стал Сердар Азмун. Ну что же, Бавария вынесла Манчестерину на это 4-0. Армения минимально там прям как-то пыталась. 6-4 все-таки, но обыграли Ювентус. Ливерпуль 4-0 обыграл Динамо Загреб. Манчестер Сити вынес Аякс 8-2. Реал Мадрид минимально Латсу обыграл 1-0. Атлетика 5-1 обыграли Шахтер. Мы обыграли PSG. И Барселона вынесла Интер со счетом 4-2. Так, ну мы уже увидели нашего соперника. Мы играем в четверть финале против Мадридского Реала. Опасненький матч. Опасненький, ничего не скажу. Поэтому будем стараться. Ну и Анана за 25 миллионов нам его готовы продать. Это самый дорогой, пока что, трансфер. Возможный наш. Ну и зарплата 3-700. Это, кстати, тоже больше всех мы ему предложили. Ну, будем ждать уже там, когда Лутунева кто-то захочет покупать. Так, там что-то Азмун. Изменение роли. Теперь он суперзвезда. Но все-таки забил PSG. Так, играем сейчас против Химок. Поэтому вторым составчиком сейчас постараемся их обыграть. Вот таким составом выйдем против Химок. Химки, Зенит, Российская Премьер Лига. Поехали. Итак, Химки Арена. Химки принимают Зенит в рамках Российской Премьер Лиги. Зенит стал четвертьфиналистом. Они обыграли в двухмочевом противостоянии PSG в общей сумме 4-0. Поэтому будет интересно посмотреть, как будет играть дальше Санкт-Петербургский Зенит в Лиге Чемпионов. Встретятся они против Мадридского Реала. Ну и Жезус открывает счет. 33-я минута. 1-0. Главное, уверенно. Просто не стал какие-то новые схемы придумать, ротацию проводить просто. Нам нужно побеждать уверенно каждого соперника, чтобы у нас увеличивался командный дух от этих побед. Чем больше вроде как там разгромных побед, тем и командный дух у нас должен быть по логике сильней. Ну вот и Чалов сразу же забивает еще и второй. 38-я минута. Чалов 1-0. Ну именно для Чалова. Вот. Поэтому наши нападающие быстро сейчас раззабивались. Ну и Чалов забивает дубль. Отлично. 72-я минута. Нападающие просто у нас сегодня в кураже. Я не знаю, правда ли это или нет, что вот если мы действительно будем громить соперников, от этого у нас будет повышаться командный дух. Я просто на это вот надеюсь. И отлично. 4-0. Вот таким автоголом Клюверт решил пробить. Там вообще вроде даже не в створ шел. Но Филин срезает мяч в свои ворота. Смотрим еще раз на эту атаку. Клюверт хорошо здесь набрал ход. Ну и неплохо так Филин подкорректировал удар. 4-0. Автогол. И все. Финальный свисток. 4-0. Извинит разгромил Химки на выезде. Ну и сейчас у нас предстоит игра в кубке против локомотивов. Полуфинальную Чалов 7-5 оценку получает. Итак, 8 очков у нас лидерство над вторым местом. Как раз против локомотива мы и будем сейчас играть в кубке России. Итак, кто пробьется в финал? Зенит локомотив. Чалов получил предложение. Интересно, от кого? Так, Федор Чалов. Вильяреал. Ну, неплохой вариант для него. То уж тем более. Я в 25 лет. Но у меня просто сейчас нету другого центрального нападающего. Так, Шуберта мне нашли. 25-летнего вратаря из Шальки. Ну, снова 80. Трейдинг. Мне бы 80 плюс желательно. Так, Шамородов полностью выздоровел. Ну и все. Переходим к последней игре в сегодняшнем выпуске. Против локомотива. Давайте ратируем. Я не знаю состав. Такими вот прям игроками. Все. И вот таким составом мы выходим на матч Зенит локомотив. В чемпионате, как вы помните, мы недавно с ними играли. Сыграли 2-2. Но посмотрим, как сейчас сложится эта игра. У них, кстати, Андрес Перейра в нападении. Итак, Зенит локомотив, Кубок России, полуфинал. Поехали. Ну и очень обидный пропущенный год. 58-я минута. Сейчас просто я уже не знаю, что делать. Буду абсолютно всех сейчас выпускать своих основных игроков. Проигрываем в полуфинале локомотиву. Снова у нас не получится выиграть Кубок России. Я не помню, но мы выигрывали его один раз всего лишь за эти 3 года. Но вот как-то так сами себе, можно сказать, проиграли. Не нашли хороших моментов. Поэтому в финал будет локомотив Краснодар. Ну а мы сейчас будем, значит, все силы бросать в Лигу Чемпионов. Да, Кубок России мы выиграли единственный раз. Это в нашем первом сезоне. И все, два года подряд мы не можем его вот выиграть. Так, в сборном месте пополчалов Жизу Силведи. По тренировкам Тах плюс единичку добавил Гринвуд. Остальные вроде как, да, это игроки молодежки. Так, скауты снова находят вратаря. Джану Луиджи Донорума, кстати, из Манчестер Сити, почему бы и нет. Сколько он сейчас там стоит? Ну вот. Вот так вот попробуем. Денег нам все равно не хватит, но мы просто отправим, почему бы и нет. Так, и еще одного, это Мерит. Вот, кстати, интересный вот этот вариант. Тем более, его даже вот за такие копеечки небольшие, но можно подписать. Так, ну все, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. В следующем вы узнаете, пройдем ли мы в полуфинал Лиги Чемпионов или нет. У нас сразу два матча против Мадридского Реала. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok